Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы открываем с вами новую страницу в работе с Moodle, работу с форумом. И для удобства мы будем рассматривать работу преподавателя и студента параллельно. Дело в том, что форум предназначен для взаимодействия, для управления, для консультирования. С правой стороны авторизуется студент. Вот так очень быстро запомнилась его учетная запись. Но загружается личный кабинет плавно. Личный кабинет показывает курсы, на которые записаны. Их можно посмотреть и в блоках с левой стороны и студенту, и преподавателю. И для начала нужно найти тот курс, который мы будем использовать по работе преподавателя. Итак, пробный курс демонстраторова. И он планирует в объявлениях разместить что-то по лекции 1. Должен быть пунктирный, это понятно. И вот он копирует правой кнопкой мышки вот эту лекцию. Добавляет новую тему, и он сразу через Enter вставляет готовую ссылку с названием, чтобы не писать. Сокращение времени. В теме он пишет, что надо сделать. Глагол победительного наклонения. Это задание прочитать. И вот он выражает своё требование. Требование всем прочитать во время актировки. Далее нужно обратить внимание на расширенную форму. Она кое-что добавляет интереса. Например, оправить немедленно, чтобы не тянуть во время, не ждать. И отправить форум. И после этого появится сообщение, что в течение одной минуты это сообщение будет отправлено. Это означает, что какое-то время можно отредактировать эту запись. И вот теперь, тут мы видим сейчас две почты. Это почта преподавателя, а та почта студента. Вот почту студента уже пришло одно сообщение. Вот оно. То есть, рассылка сработала. Видно от кого. Вот он. Тема сообщения. Во сколько. И текст. И сразу же сама эта ссылка. Почта иногда приходит медленно. Вот она пришла. Это можно скрыть. Вот наша почта, которая пришла для студента. Студент получил то же самое. Обратите внимание. Если он авторизован на сайте, он тут же может этот документ прочитать. Ну, вот он выглядит у нас так. Итак, это работа с объявлениями. Он может открыть название этого форума. И теперь у него, к примеру, у этого студента Белоножкина возник вопрос. Он может ответить, написать свой вопрос. Расширенная форма, и о ней буду часто говорить, добавляет вот эти кнопочные панели. Они сейчас нам не нужны для оформления жирного, наклонного шрифта. Мы их не рассматриваем. Но она такая панель есть. И можно ответить лично. Она также можно отправить немедленно или преподавателю лично. Допустим, он отправляет всем. То есть это сообщение увидит вся группа. Если ошибся, вот тут он букву пропустил, то в течение одной минуты, так я его издавил, можно эту ошибку исправить. Что быстрее выходило? По умолчанию в Moodle стоит 30 минут. И вот проверяем, действительно, рассылка сработала. Моментально практически, хотя иногда бывает задержка. И видим, с какого сервера все нормально. В том числе и на адрес студента пришлось. С добавлением RE. То есть это повторное сообщение. Хорошо. Если обновить эту страничку, то Moodle покажет автоматически, что одно непрочитанное сообщение. Преподаватель в данном случае, Дмитрий демонстрирует, ведь увидел. И по колокольчику также увидит, что появилось одно непрочтенное сообщение. Если он открыл, то этот колокольчик красную цифру теряет. Вот он задает вопрос. Что будете спрашивать? Преподаватель может отметить его прочитанным. Вообще пользователь. И, соответственно, также может ответить. Отвечает ему текстом, что он будет спрашивать. Также может включить личный ответ. Если нажать расширенные настройки, у него появится время, скорость времени отправки. Это не надо. И отправляет в форум. Вот так идет переписка форума. И мы видим, что действительно, если обновить эту страницу, ответ появится. При этом в почте у пользователей будет также новое письмо. То есть на каждое сообщение придется к этому быть готовым. Вы приходите одно письмо. Если вам неудобно получать кучу писем в течение дня, скажите, я расскажу, как получать один дайджест. Также отсюда можно ответить, показать сообщения родителю. Это очень удобная форма социального взаимодействия, на основе которой построен модул. Теперь мы с вами переходим к следующему вопросу. Размещение консультационного форума. Обратим внимание, что в этом консультационном форуме, в отличие от объявлений, разместить пост или новость, или тему, может любой желающий. Тут есть описание. Мы сейчас не будем его читать. Там подробно все на русском языке написано. Нам потребуется немного. Здесь необходимо, как всегда в любом элементе или ресурсе при его создании, дать название, указать описание, о чем этот форум, элементы или ресурсы. И тут можно нажать на кнопочку. Нужно нажать на кнопочку отображать. Как всегда, выполнение отметить обязательно, что он должен посмотреть. Требования по количеству записей не выставляем, но можно включить ограничения по времени доступа к этому форуму. Например, 11 марта. Чтоб не писали после экзамена. Сохранить и вернуться. Все. Описание есть. Название есть. И теперь в этом консультационном форуме наш студент, если зайдет в этот курс, откроет его. Студент увидит. И все понимает, что это такое. Вот у него здесь есть эта кнопочка «Добавить тему для обсуждения». Любой подписанный на курс может это делать. Кстати, в этом курсе всего два человека. Студент и преподаватель. Преподаватель – это Дмитрий Демонстрируевич, а студент – это Юрий Николаевич Белоножкин. В учебных целях. Вот студент пишет свой вопрос и отправляет в форум. Также он может эту расширенную форму увидеть, также может отформатировать, но самое ценное отправить немедленно. Он хочет, чтобы письмо ушло как можно быстрее. Не так, как в Телеграме, но тем не менее тут можно увеличить темп. Преподаватель открыл, увидел одно непрочитанное сообщение. Обрати внимание, что здесь есть ошибка. Вот, нету функции автоматической подписки. Пока преподаватель или пользователь не включат такую подписку, то письма могут не приходить вообще. Вот, видите, добровольная подписка, то есть пропущена важная настройка, которую нужно обязательно исправить и включить принудительная, то есть нельзя отписаться согласно вот этой подсказке. Принудительная. Все будут получать обязательно и принудительно отслеживать новую. Вот теперь ошибка исправлена. И вот мы видим, эта кнопочка добровольности ушла. Одно непрочитанное сообщение есть, от кого, значит, кто последний написал. И здесь мы можем также отвечать на вопросы. Вот на вопрос студента отвечает преподаватель Дмитрий Демонстрирович Демонстрантов. Я сейчас не обращаю особого внимания на содержание, но на сам процесс, пожалуйста, обратите внимание. Отправляет форму моментально, как только он это сделает. Также у студента Юрия Николаевича Белоножкина появится сообщение. Вот оно появилось, циферка 1. Вот оно, новое сообщение у студента на его почте. И теперь практическое задание. Разместить одну новость в форме объявления, создать консультационный форум, ответить на вопрос студента в консультационном форме и разместить в ответе на задание оценку трудоемкости создания и настройки форума. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok